МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая тяжелая кость человеческого тела – челюстная. Природа-мать, на что ты намекаешь? Мы вообще-то не только жевать и кусаться умеем. Доброе утро. С вами Наталья Николенкова, обычный читатель научпопа и газет. И программа «Нам пишут». Аргументы и факты подтверждают слух о том, что в крае стало больше многодетных семей. По данным Краевого управления ЗАГС, в прошлом году их стало больше на 71 семью. Всего на конец прошлого года количество многодетных семей в крае составило 5846. Любопытны и такие сведения. За год в регионе родилось 325 двойни, три тройни и одна четверня. Кроме того, увеличилось число рождений детей у матерей в возрасте 31-40 лет и у матерей старше 41 года. На Алтае стартует проект по гармонизации человека через уроки русского языка и литературы, сообщает «Комсомольская правда». Основная цель проекта – помочь учителям-словесникам реализовать их интеллектуально-творческий потенциал, применить на деле инновационные методики, направленные на гармонизацию личности. О ложке дегтя в Барнаульском сервисе размышляет в своей авторской колонке корреспондент «Алтайской правды» Тамара Попова. Вот только один пример. Я давненько не была в поликлинике, а тут понадобилось. Удивили хороший ремонт и отсутствие очереди, если не считать, конечно, пяти человек у окошка регистратуры. Приятные мысли о том, что визит к врачу не затянется, прерывает новость. В гардеробе нет плечиков, только крючочки. А на моей шубе не предусмотрена петелька. Гардеробщица растерянно пожимает плечами. Мне некуда вешать, берите шубу с собой. Сзади напирали те, у кого петельки были, и я одеваться некуда взяла. Так и пошла на второй этаж с шубой наперевес под неодобрительные взгляды метаперсонала. Семнадцать – мое любимое число. А день спонтанного проявления доброты, который отмечается сегодня у меня каждый день. Увидимся завтра утром. Счастливенько. Целую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова